Дорогие друзья, здравствуйте, не удивляйтесь, вы попали на беседу, интервью с композитором, нашим с вами современником Павлом Кармановым, и это такая идея Самарской филармонии, чтобы мы общались в таком живом формате, чтобы было онлайн-общение, чтобы у нас у всех, у зрителей была возможность узнать что-то новое, интересное у композиторов, чьи произведения звучат в том числе в Самарской филармонии. Спасибо огромное, что вы нашли время с нами побеседовать, знаю, что вы максимально загружены как истинный композитор, но начнем нашу беседу. Вот много читала о вас информации, и, кстати, интервью не так много, но смогла кое-что узнать. Вы из музыкальной семьи, и я так понимаю, что путь музыканта и хобби, и работа, и творчество, это все было предопределено благодаря родителям. Права ли я? У меня совершенно героическая мама. Это Карманова Лизия Михайловна, ее многие знают, помнят. Ей сейчас 85 лет, и, слава богу, она более-менее здорова, и, в общем, всем передает привет. Моя мама работала в Новосибирске в музыкальном училище, она преподавала фортепиано, и не с кем меня было оставить. Она привозила меня на репетиции симфонического оркестра Арнольда Каца. Я там сидел часами, и вот в младенчестве еще начал впитывать какую-то музыку в себя. А потом мама таскала мне с работы такие комплекты, ноты и пластинка. Я сидел маленький такой и махал визуальные спицы перед собой, изображая оркестр. То есть как-то вот все оттуда началось и привело вот в сегодняшний момент. То есть матушка вместо каких-нибудь угощений и конфет для своего сыночка приносила ноты, да? Какая молодец ваша мама. Время еще было плохо с едой. Это же советские годы. Я вас помню. А папа у вас тоже музыкант? Нет, папа у нас неизвестно кто, и он покинул нас тоже очень давно, мы его не знаем, не помним. Я вас понимаю. Ну, и вы родились в Иркутской области, в городе Братск, и уже спустя годы вы оказались в Москве, закончили музыкальную школу. Кстати, перед консерваторией, поправьте меня, если я не права, успели сходить в армию. Да, я ходил, но до этого я окончил не просто музыкальную школу, а некую ЦМШ, это центральная специальная музыкальная школа при консерватории. То есть я провел 10 лет в окружении прекрасных моих одноклассников и часто детей, знаменитых музыкантов. То есть это такая привилегированная музыкальная школа, ну, с общеобразовательным уклоном тоже. А на каком инструменте вы играли? На каком инструменте учились вы играли? Я в течение 8 лет учился играть на флейте. Но дело в том, что я изначально был как композитор, куда поступал, ну, а там сложно, так сказать, было поступить на фортепиано, потому что существовал конкурс. И я поступил на флейту к прекрасному флейтисту, педагогу Олегу Худякову, у которого я проучился 8 лет. Потом год на контрабасе проучился, а потом стал уже таким музыковедом-теоретиком-композитором. Павел Викторович, а вообще с какого года вы можете сказать, что вот, я стал композитором? С момента, когда вы написали своё первое произведение, насколько я понимаю? Вы знаете, я, видимо, с самого начала уже думал, что я буду именно композитором. Мои первые сочинения, они ведь относятся к возрасту 5 лет. Я ещё буквы писать не умел, а ноты уже писал. Но уже музицировали. А что же за произведение было? Расскажите, в 5 лет что вы такое написали? Ну, это совсем простые, такие, про зайчика, знаете, про что-нибудь такое, умца-умца. Неужели сохранились ноты у этих произведений? Наверняка у мамы что-то есть. В архиве лежат ноты, много тетрадей, какие-то даже... Я приехал, мне было 8 лет, и я уже показывал большую партитуру для оркестра. Вот так вот даже. Очень интересно. А скажите, пожалуйста, как вообще технически происходит написание того или иного музыкального произведения? Это, как, знаете, работа 24 на 7. То есть ты встаёшь с утра, ты понимаешь, что сегодня мне нужно сделать вот это. Сегодня мне нужно закончить вот эту часть. Либо вы ждёте вот то самое вдохновение музу, о которых так часто говорят музыканты, что вот должно быть какое-то что-то вдохновение в воздухе, в душе. Как это происходит у вас? Ну, это очень по-разному происходит. Часто приходится себя заставлять эту музу как-то моделировать прямо здесь вот. Вопрос муза — это такой важный вопрос. Ну, да, но всегда это очень по-разному. Весь день проходит у меня в общении с компьютером, с фото пиано. И если повезёт, то удаётся придумать какие-то хорошие звуки. А нет, так сидишь и выдумываешь. Иной раз, знаете, из дома не пойдёшь, потому что совесть не пускает. Совесть не пускает. У вас есть какой-то, как сейчас говорят, дедлайн, что нужно закончить произведение, а уже потом заниматься своими какими-то бытовыми делами? Моя жизнь состоит из постоянных дедлайнов. Мало того, напоминает жизнь персонажа такого, знаете, ждуна. Есть такие ждуны толстые. Да, 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 есть такой мем. Жду, сижу и всё время жду. То, понимаете, работы, то аванса, то зарплаты, то комментариев. В общем, работают я быстро, понимаете. А вот жизнь проходит в таких вот бесконечных ожиданиях. В бесконечных ожиданиях. Но я знаю, что вы часто работаете с режиссёрами, с людьми, которые создают фильмы, потому что вы как раз пишете музыку для фильмов. И вот как раз здесь вы пишете, получается, на заказ. То есть муза, хочешь, не хочешь, приди и давай помоги мне сделать, воплотить жизнь какое-то блестящее произведение, которое потом будет частью художественного фильма. Вы знаете, у меня на самом деле не хватает времени на то, чтобы писать что-либо не на заказ. Ведь всё время какие-то заказы висят. Вот сейчас три надо делать. Я как-то попеременно пытаюсь продвигать эти заказы. И поэтому на такое вот свободное творчество фактически времени нет. Но превращать заказы в свободное творчество, собственно, оно и есть. Оно и есть. А скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, музыкальные сочинения живы только тогда, когда их исполняют? Ну да, я так полагаю, что да. Вы знаете, вообще композитор относится к своим сочинениям как к детям своим. И вот у меня вот, например, есть уже такие дети, которым 30 лет. Вот у меня есть трио такое очень популярное. И вот написано в 93-м году. И с тех пор я уже услышал массу интерпретаций этого трио. В общем, я часто людей, которых я не знаю. И необычайно интересно наблюдать за жизнью этого ребёнка. В разных руках он по-разному звучит. Ну, этот ребёнок, он в пубертатном периоде. Он уже зрелый. Или ему нужна какая-то ваша отцовская поддержка. То есть я объясню свою мысль. Например, вы находитесь в зале, и вы слышите своё произведение. И как будто бы оно ваше, но играют его по-другому. Вы, например, в этот момент раздосадованы, или для вас это огромное счастье, что есть разные вариации ваших произведений? Это такая хорошая, удачливая жизнь моего ребёнка. Ну, мы же будем радоваться, правда, когда ребёнок поступит в хорошие в устом или что-то такое. Здесь то же самое. Когда музыка попадает в хорошие руки, она преображается, она начинает звучать каждый раз по-разному. И вот наблюдать это и есть какое-то высшее композиторское удовольствие, видимо. Про вашего ребёнка, одного из детей, который называется «Музика-кончелло» для виолончели. Как раз это произведение прозвучит 20 января в Самарской филармонии. Играть будет Борис Андрианов, виолончелист, виртуоз, и наш академический симфонический оркестр Самарской филармонии. Безусловно, на сцене будет маэстро Денис Власенко. Расскажите про это произведение. Когда оно было написано? Вы знаете, год, мне сложно вспомнить, может быть, 12-й год или какой-то такой. Это был, кажется, год, когда у Бориса Андрианова фестиваль был в первый раз, если я правильно помню. И это, собственно, опять же, заказ от Бориса, с которым мы очень давно знакомы, много сотрудничали, он играл мои камерные произведения. И вот был такой заказ для фестиваля под названием «Вивачелло». И я спросил у Бориса, что бы он хотел, чтобы я придумал и написал. И он почему-то сказал два слова «рок и трэш», сказал Борис. «Рок и трэш?» Да. А вот эти двойки-то, они применимы к классической музыке? Вот «рок и трэш»? Почему нет? Вы понимаете, мы классические музыканты изначально. На самом деле очень любим, когда в нашей действительности появляется какая-то рок-музыка. Неужели композиторы, которые слушают, воспитаны на Манфреде, на Брамсе, включают ACDC или Rolling Stones и вдохновляются творчеством этих групп, скажем так? Многие классические музыканты, как-то, знаете, Guilty Pleasure, они любят какую-то рок-музыку или, может быть, даже и поп-музыку, но никому об этом не рассказывают. Но дома они не только занимаются, понимаете, играют Вивальди и Баха, но они могут и отплясывать под что-нибудь танцевальное. Про это произведение еще хочу вас спросить, а как быстро вы его написали? То есть это произведение, классическая музыка, Борис Андреянов попросил специально для фестиваля. Как быстро оно родилось? Мне кажется, я работал где-то примерно с мая по октябрь. Это много? Вот на ваш взгляд, на ваш профессиональный взгляд, это много? Это нормальное количество времени, потому что меньше уже было бы, наверное, сложно. Ну, опять же, когда ты входишь в этот процесс, то впереди дедлайн тебе сам диктует скорость твоего продвижения. В какой-то момент ты позволяешь себе посидеть, подумать и отбросить какие-то варианты. А потом, что по этот момент, когда уже времени нет, и то, что наиболее удачное получилось, то и продолжаешь, завершаешь. Но в случае, если для Бориса, там какая-то вообще сквозная форма, которой нет, это какой-то последовательность неких эпизодов, которые выстроили определенный отрезок моей жизни. Скажите, а для вас важно, какой музыкант исполняет ваше произведение, какой оркестр? Ну, конечно, важно всегда, но я радуюсь во всех случаях примерно одинаково. Дело в том, что вот эта пьеса, мюзика Кончелла, благодаря Борису, это одна из таких наиболее моих известных и часто исполняемых пьес. Борису я сыграл во всех возможных грозах России. И вот, наконец, она доехала до вас. Мы с нетерпением ждем Бориса к нам в январе, и также хочу отметить, что в этой программе, в этом вечере будут звучать произведения также и Шостаковича, и Чайковского. Скажите, вы ощущаете какую-то особую радость, когда ваша фамилия на афише вместе с Чайковским, с Шостаковичем, то есть какой-то момент гордости, что, боже мой, какой я молодец, я не зря трудился, работал. Никакой гордости, я не ощущаю никакой гордости, для меня обычное дело, я часто соседствую и с Бахом, и с кем угодно, вот, в программах, и это нормально. Это нормально? Никакой гордости. Я вообще лично пафоса какого-то, знаете, и очень не люблю разговоры про высокое предназначение художника. Ну вот мы часто говорим, что Чайковский классик, не знаю, Тельман классик и так далее, а что нужно современным композиторам, на ваш взгляд, чтобы их также называли классиками? Должно пройти просто время? Ну, знаете, мы, музыканты, все-таки классиками считаем композиторов, которые жили в 18 веке. Мы, наверное, каким-то образом имеем отношение к академической музыке, симфонической, да, и... Но сегодня такие времена, когда жанры взаимопроникают друг в друга, и в данном случае, вот, благодаря такому специфическому, интересному заказу от Бориса на рок и трэш, родилось некое сопоставление, опять же, симфонической музыки и рок-музыки. И там в середине начинают стучать барабаны, опять же, в каждом городе они стучат по-разному, интересно, как они пристучат у вас, и... ну вот... Скажите, а если барабаны отвечают за роковую составляющую в этом произведении, а за трэш, простите, какие инструменты отвечают? Наверное, они же. Они же? Все остальные инструменты к трэшу отношения имеют, только очень опосредованное какое-то. А вот на ваш взгляд, с засилием, как мы сейчас говорим, нейросетей, какого-то искусственного интеллекта, который может написать музыку, будет ли потребность и востребованность у композитора в дальнейшем? Потому что пока нет образцов прямо действительно полноценной, какой-то вот складной какой-то музыки от искусственного интеллекта. А потом и И ведь всегда управляется некими операторами, такими специальными людьми. И в данном случае тоже, чтобы достичь хорошей музыки, нужен композитор. Без него никуда. Человечный не отменится все равно. Ну, я так понимаю, вы позитивно смотрите в будущее классической музыки, и, так скажем, она нас не покинет, да? То есть пока есть композиторы, которые живут этим делом, да? Мы будем надеяться, что будем... Ну что вы, представьте себе, ну, каждый год огромное количество вузов в стране и в мире выпускают композиторов. Вот у меня на курсе было 14 человек. В Москве вузов, ну, не менее десятка, наверное, которые выпускают композиторов. Так что композиторов много. И мы имеем удовольствие. Доступа к интернету, да, вся информация находится в Ютьюбе. Вот, и очень здорово, что мы тоже летали до этих времен. Здорово. Скажите, пожалуйста, а вы также занимаетесь и педагогической деятельностью? Нет, вот этого пока не было еще в моей жизни, но не исключаю, что когда-нибудь будет. И расскажите еще, пожалуйста, чем сейчас наполнены ваши будни, над чем сейчас работаете, какое-то произведение сейчас в работе есть? Ну, и мои будни всегда одинаковые. Я сижу у станка, вот, с другой стороны телефона, у меня тут три экрана, и я, значит, наблюдая за социальными сетями, другим полушарием, думаю о своих вот этих заказах. Ну, что не говоря о том, что я тут сейчас записываю флейту для нового диска группы «Вежливый отказ», такой прекрасный московский рок-группы, в которой я участвую. И у меня тут такая творческая лаборатория. Ну, я так понимаю, помимо привязанности к роковой музыке, о которой вы говорите, вы также тяготеете и к православному звучанию, если можно так это назвать. Знаю, что вы тесно связаны с ансамблем духовной музыки «Сирин», и вы как раз написали для них сочинение. Рождественский вертеп Павла Карманова. Как вот вас увлекло это направление? Ой, у меня очень много разных сопоставий моего творчества. Действительно, есть рок какая-то составляющая. С другой стороны, меня часто называют композитор-минималист. И это тоже имеет место. А вот в данном случае мы говорим о проекте, который вообще-то возник в 2002 году. Возник он при участии Татьяны Гринденко в московской филармонии. Был большой концерт, для которого он написал музыку названием не вертеп, а вертеп. Вертеп – это вообще пещера, да, как бы по всем канонам. Это история про младенца Иисуса, про Рахиль, про царя Ирода. Там целый сюжет. И ансамбль «Сирин» под руководством Андрея Котова вообще-то исполняет эти вертепы. А капелла, значит, без какого-либо сопровождения. Вот я предложил такое свое видение. То есть я написал как будто такую аранжировку этого вертепа. Как говорят теперь модное слово – рерайт, переделка. И вот этот спектакль, полежав на полке 17 лет, был в 18-м и 19-м годах исполнен в зале «Зарядье» в Москве при участии оркестра «Персимфанс» без дирижера. И вот ансамбль «Сирин», а также других приглашенных музыкантов. Такой был спектакль под Рождество. Ну, на сегодняшний момент эстафету у меня перенял, так сказать, мой друг, композитор Владимир Мартынов, который тоже написал вертеп. И теперь в зале «Зарядье» есть два вертепа. Хотелось бы, кстати, услышать бы это произведение «Саморской фармонии». Да, это произведение «Феи на улице в момент Рождества». Как раз мы с вами беседуем в преддверии и Рождества, и Нового года, Рождества католического, Нового года и Православного Рождества. И хочется от вас услышать какие-то тёплые слова для наших зрителей, для гостей «Саморской фармонии», для всех нас. Хочется всем пожелать мира. Больше ничего тут не скажешь. Мира и благоденствия какого-то здоровья. Спасибо огромное. Павел Викторович, спасибо за эту беседу. Мы очень вам благодарны. Надеемся, что ваши произведения ещё много-много раз будут звучать в стенах «Саморской фармонии». Спасибо. Спасибо огромное. До встречи. До свидания. Продолжение следует.